Казимир Северинович Малевич – российский и советский художник-авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма – одного из крупнейших направлений абстракционизма. Он писал картины в разных стилях – не о примитивизме, импрессионизме, аллогизме и кубизме. Однако ни один не отражал его взгляд на реальность, поэтому Малевич разработал новое направление – супрематизм. Супрематизмом художник-абстракционист называл наивысший уровень развития искусства, освобожденного от всего лишнего. Впервые он использовал этот термин применительно к большой группе своих работ, выставленных на питерской экспозиции 010 в 1915 году. Среди почти 40 картин автора был и Черный квадрат. Черный квадрат – самая знаменитая картина художника. Несмотря на кажущуюся простоту этой картины, химический анализ подтвердил, что автор использовал не одну, а три краски. Все они были самодельными – жженая кость, темная охра и натуральный состав насыщенного зеленого цвета. К ним художник добавил обычный мел, чтобы избавиться от специфического глянцевого эффекта, присущего работам, выполненным масляными красками. Многие не в курсе, но на самом деле стороны квадрата различной длины. Казимир Малевич родился в 1878 году под другим источником в 1879 году в Киеве в семье управляющего заводом по производству сахара. Его отец и мать имели польское происхождение. У них было 14 детей, но лишь 9 братьев и сестер художника дожили до совершеннолетия. Казимир был старшим ребенком. Казимир Малевич с 15 лет много рисовал. Он даже поступил в местную художественную школу, но в 1896 году вместе с семьей уехал жить в Курск. Здесь он женился на дочери врача Казимири Сглейц и устроился на работу в железнодорожное управление чертежником. Все свободное время он отдавал живописи. Однако юноше не хватало академического образования, поэтому он решил переехать в Москву. Летом 1905 года Малевич подал документы в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но его не приняли. Из Курска он приезжал поступать в училище еще два раза в 1906 и 1907 году. Все безрезультатно. В 1907 году Казимир Малевич окончательно перебрался из Курска в Москву. Он начал посещать школу-студию Федора Рейльберга, где изучал историю живописи и пробовал новые художественные техники. В 1909 году художник женился во второй раз на писательнице Софье Рафалович. Он много времени проводил в живописном селе Немчиновка, где находился дом его тестя. Это место авангардист впоследствии назовет своим любимым. Здесь он найдет и последнее пристанище. В 20-х годах прошлого столетия Казимир Малевич активно вел преподавательскую работу в Киеве, выставлял свои картины в Германии, России и Польше. В этот же период он женился в третий раз. В 1930 году художника посадили в тюрьму, предъявив обвинение в шпионаже. Его подозревали в работе на спецслужбы Германии. Благодаря влиятельным друзьям через шесть месяцев Казимир Малевич был на свободе. В 30-х годах художник работал в Русском музее. В 1935 году после тяжелой болезни знаменитый авангардист скончался. Его прах захоронен возле села Немчиновка в Одинцовском городском округе Московской области. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok